Бах, и какой-то внезапный шок произошел. Лукашенко возненавидел айтишников. Здесь как раз будет самая тяжелая ситуация. Свои вклады смогут забрать банка тех, кто сделает это первым. Около 4,5 миллиарда долларов, и это только прямые. Но есть еще и косвенные потери, это в первую очередь репутационные. Сегодня токсичность белорусских предприятий, даже не попавших в санкционные списки, уже очевидна. И происходит массовый отказ от сотрудничества с белорусскими предприятиями и не только со стороны западного бизнеса. Экономические связи в современном мире очень сложны. И поэтому китайские и российские бизнесы, они также зависимы от мирового, то есть во многом западного капитала. И предприятия, основное производство которых направлено на экспорт в Беларусь, они очень импортаемые. И поэтому они столкнутся и уже сталкиваются с серьезными трудностями и сокращениями спроса уже сейчас. Мы видим, что от сотрудничества с МАЗом, БелАЗом, например, уже отказались многие поставщики запчастей и комплектующих. Полностью заменить европейские комплектующие не получится. Более того, отсутствие этих европейских комплектующих будет часто означать потерю каких-то рынков. Например, при участии в украинских тендерах МАЗ выставлял как свое преимущество то, что двигатели стоят с определенным экологическим стандартом. Сегодня мы потеряли поставки этих двигателей, соответственно, потеряем, скорее всего, и потенциальные выигрыши в тендерах на закупку Украиной общественного транспорта. Потери будут чувствительными, но, опять же, они будут размазаны во времени. То есть это не будет так, что это бах и какой-то внезапный шок произошел. Кроме того, если мы посмотрим, например, на торговлю Беларуси в прошлом году, мы увидим, что мы там из-за ковида или из-за недопоставок нефти из России в первом квартале, мы потеряли даже больше. Но экономика смогла приспособиться. Каким образом? Ну, в первую очередь, через девальвацию. Мы стали экспортировать меньше, но мы и импортировать стали меньше. А сегодня у нас еще и благоприятные условия на других рынках. Мы экспортируем больше, мы экспортируем дороже. Поэтому вот эти потери от санкций, они, скорее всего, нельзя сказать, что они совсем не повлияют. У нас просто будет отсутствие роста, хотя он мог бы быть. То есть, если мы там имели 2,5 миллиарда в прошлом году, в этом году мы, наверное, надеемся иметь 3 миллиарда и больше, вот боюсь, что тут цифры могут оказаться меньше, потому что IT-компании, они усиленно переносят центры прибыли вне страны. Конечно, сложно подсчитать точные потери, но это огромная сумма для экономики Беларуси. То есть, за счет IT-шников условно не откроется там студия йоги, еще одно кафе, закроется барбершоп и так по цепочке. И по оценкам риэлторов спрос на офисы войти уже упал 15 раз в столице. В 2020 году Лукашенко возненавидел IT-шников, он мстит и будет мстить за протесты, за собранные доказательства того, что выборы он с треском проиграл, за поддержку гражданского общества, за деанон карателей и пособников. То есть, уголовные дела на владельцев IT-компаний, массовые аресты – это реалии сегодняшнего дня. Кроме того, отмена льгот для IT-компаний, гарантированных до 2049 года, с 1 января этого года, сделала процесс деградации отрасли необратимым. Это вот дыра в бюджете, которая достигла небывалых размеров, она все-таки приведет к тому, что режим будет вынужден и, наверное, с удовольствием будет повышать налоги. Поскольку те методы, которые используют режим и так называемое правительство, они исключительно примитивные и они исключительно агрессивные. Мы видим, что уже нарастают контрольные или даже можно назвать их карательные мероприятия, в том числе с возбуждением уголовных дел и целью которых является шантаж и просто откровенные требования крупных сумм выкупа от бизнесменов. И несомненно, что эти репрессии будут нарастать и поэтому релокация бизнеса тоже будет набирать обороты. Весь спрос внутри страны, он понемногу сжимается. Это касается и объемов ритейла, у нас там реальные доходы населения растут, а тратить эти доходы население почему-то не торопится. Инвестиции падают больше, чем на 10%. То есть очень серьезное сокращение идет, даже несмотря на то, что опять же мы сравниваем с периодом ковида. В первую очередь огромный госдолг, который выражен в валюте. Он на 90% выражен в валюте и составляет около 18 миллиардов долларов. Конечно, это небывалый размер дефицита бюджета. До конца года планируется, что он составит 6 миллиардов рублей, но тут опять-таки он может сильно возрасти, поскольку санкционная политика будет нарастать. Третье – это размер долгов предприятий и промышленности. Он тоже достиг небывалых масштабов. Кредиторская задолженность растет, она там составляет порядка 66 миллиардов рублей. А если брать совокупную задолженность, кредиторская плюс дебиторская, то она уже давно превысила весь ВВП страны. Конечно же, это инфляция. Даже по данным статистики белорусской, очень оригинальной, потребительские цены выросли на 9,9% в годовом выражении. Размер необслуживаемых активов банков достиг 3,7 миллиардов рублей. То есть это та сумма, которую заемщики с большей вероятностью не смогут вернуть банкам, а банки, в свою очередь, не смогут вернуть ее вкладчикам. Я уже не раз говорил, что с каждым днем растет риск повторения сценария МММ. Это когда свои вклады смогут забрать банка тех, кто сделает это первым. Скорее всего, будет такая вот медленная, постепенная стагнация. То есть либо рост будет очень медленным, либо будет небольшой спад. Это то же самое будет с курсом. Скорее всего, он будет постепенно девальвироваться, но это может быть очень медленный, постепенный процесс. Что касается рынка труда, мне кажется, что вот здесь как раз будет самая тяжелая ситуация, потому что, конечно, отсутствие инвестиций означает, что не создаются новые рабочие места. Это означает, что для многих людей не будет возможности какого-то карьерного роста, роста их доходов. В свою очередь, это означает, что если вдруг человек потеряет работу, ему будет гораздо сложнее ее найти. Я боюсь, что мы можем увидеть в среднесрочном периоде, на горизонте 2-5 лет, если ничего не изменится, мы можем увидеть рост безработицы. Что касается зарплат, ну тут, скорее всего, для сохранения красивой статистики, многие работники госпредприятий вместо сокращения, они будут сталкиваться с тем, что их будут переводить на сокращенную занятость. То есть, например, там на 3 дня в неделю. А для статистики зарплата будет оставаться на прежнем уровне, поскольку по законам экономики при уменьшении спроса, который происходит из-за падающей платежеспособности населения, то и цены, по идее, должны падать. Но с точки зрения предложения, и вот из-за вот этой нестабильности и повышенных валютных рисков, многие бизнесы будут стараться и уже закладывают более высокую маржу, тем самым вызывая, наоборот, рост цен. Товары и продукты не массового потребления, вот особенно в высокой ценовой категории, они начнут постепенно исчезать из продажи. То есть спрос будет сдвигаться в сторону более дешевых продуктов. То есть, ну, если проще говоря, вместо персиков – яблоки, вместо рыбы – курица, вместо зеленого салата – кислая капуста и так далее, вместо авокадо – огурцы. И поэтому цены на вот эти базовые продукты, они тоже будут расти из-за повышенного спроса. Что касается курса, то, конечно, из-за падающей валютной выручки страны и необходимости делать платежи по госдолгу в иностранной валюте, спрос на валюту начнет сильно превышать предложение. И поэтому девальвация рубля, она неминуема. Редактор субтитров А.Семкин